Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Уже достаточно давно подписчики и зрители канала просят нас приготовить сыр Бурата. И вот сегодня мы собрались это сделать. Привет Сергею Ирионову, выполняю свое обещание, которое я давал вам несколько раз. Несколько слов о сыре Бурата. Сыр Бурата начали производить в начале 20 века, ориентировочно в 20-х годах, на юге Италии. Начали производить фермеры, которые делали моцареллу. И основной задачей, которая послужила, так сказать, проявлению Бураты на свет, стала необходимость использовать куда-то отходы от производства моцареллы. Вот именно так, для того, чтобы утилизировать отходы, так сказать, и появился на свет сыр Бурата. Сыр Бурата уникален тем, что он не экспортируется из Италии. И в магазине вы его нигде не купите. Его в основном можно купить на фермерских хозяйствах в Италии и в Южной Италии попробовать в ресторанах. К нам в СНГ этот сыр никак не может попасть, по той причине, что у него очень короткий срок хранения. Также очень большое преимущество, что у Бураты очень короткий срок вызревания. Вызревает он всего лишь сутки. Хранится после этого в холодильнике не больше недели. Максимального вкуса достигает в течение трех дней. То есть после трех дней максимальные вкусовые характеристики начинают сходить на ноль. Ну, начинает терять вкус, скажем так, что-то я заумничал. Сыр очень классный, очень нежный и очень интересный. Готовится достаточно легко. И, как вы поняли, уже готовится на основе моцареллы. Сегодня мы будем готовить моцареллу быстрым способом. Также у нас на канале есть видео, как приготовить моцареллу классическим способом. Ссылку на это видео я оставлю в описании данного ролика. Чем отличается? Моцарелла классическим способом, в приготовлении моцареллы классическим способом, сгусток созревает в течение суток. При комнатной температуре очень медленно поднимается кислотность. Есть еще несколько методов приготовления моцареллы. Второй метод – это кислотность поднимается при высокой температуре. То есть при температуре 36-37 градусов, сгусток находится в водяной бане, и кислотность поднимается за 3-4 часа. И есть самый быстрый способ. Там, где кислотность, как мы будем готовить сегодня, поднимается за счет лимонной кислоты. Вкусовые качества сыра при этом немножко страдают, но не настолько, чтобы испортить полностью сыр. То есть вы получите моцареллу, и если у вас нет рядом для сравнения моцареллы, приготовленной классическим способом, разницы и подмены вы не заметите. Но, друзья, если вы хотите приготовить классическую моцареллу для бураты, то смотрите видео о том, как мы его готовим. А сейчас мы будем готовить быстрым способом. И, естественно, я должен рассказать о том, что нам для этого понадобится, о ингредиентах. Естественно, в первую очередь нам понадобится молоко. И о молоке надо сказать, что оно должно быть подготовлено к приготовлению сыра. То есть мы не можем использовать свеженадойное молоко. Мы используем молоко вчерашней дневной дойки, которая хранилась при температуре не выше 10 градусов. То есть оно сейчас охлажденное. И важно для приготовления моцареллы с использованием лимонной кислоты, молоко должно быть обязательно охлажденное. Ни в коем случае не используйте теплое молоко. С этого молока мы снимем сливки, так как для бураты нам понадобятся сливки. Спасибо Ольге из Шостки за такой замечательный девайс, мне прислала в подарок. Теперь стало снимать сливки значительно проще. Снимаем где-то 50% сливок. Ну вот молоко отстоялось же с момента дойки, и сверху поднялись сливки. То есть снимаем где-то 50%. Ну вот так вот и хватит с каждой баночки. Можно использовать магазинное пастеризованное молоко. Для приготовления сыра однозначно не подходит ультрапастеризованное молоко. И молоко длительного срока хранения. Ну потому что в нем большое количество антибиотиков, и ни закваска, ни фермент. Ну в общем мы не получим сырный сгусток, или получим его очень вялый, очень дряблый. В нем просто не будет подниматься кислотность, и сыр будет в результате невкусный. Если вы используете магазинное пастеризованное молоко, тогда также приобретите магазинные пастеризованные сливки. Ну обычные магазинные сливки. Чем жирнее сливки, тем лучше. Потому что будут вопросы, какой жирности сливки. Вот насколько жирные вы можете купить, настолько жирные и покупайте. Далее о ингредиентах. Для приготовления быстрой моцареллы нам понадобится лимонная кислота, понадобится термофильная закваска, понадобится молокосвертывающий фермент, и понадобится хлористый кальций. Ну в первую очередь в Украине появился очень классный магазин, сырок.com.ua, в котором вы можете купить все ингредиенты для сыра, не только в наборах для приготовления определенного сорта сыра, но и по отдельности. Кстати, на все, на закваску, на фермент, на хлористый кальций, я именно на товары в описании видео оставил ссылочки на интернет-магазин сырок.com.ua, чтобы вы могли зайти и сразу же по ссылке, по прямой приобрести все необходимые ингредиенты. Также интернет-магазин сырок.com.ua продает готовые наборы. Если вы еще не готовы к творчеству, к приготовлению сыров по своим рецептам или по собственному созданию каких-то рецептов, тогда можно готовить из наборов. Интернет-магазин располагает очень тщательными, хорошими, качественными рецептами, и покупая набор для приготовления того или иного сыра, вы получаете, естественно, сразу же и рецепт приготовления. Большинство рецептов мы проверили с Ларисой. Рецепты очень грамотно написаны, очень правильно, поэтому с удовольствием рекомендую вам интернет-магазин сырок.com.ua. Итак, все ингредиенты с количеством на 8 литров молока вы найдете в описании видео. Если вы готовите из меньшего количества, соответственно, уменьшаем пропорционально количество ингредиентов. В интернет-магазине сырок.com.ua закваски, ферменты, плесени, вот все, что, как я уже говорил, продается отдельно. То есть вы можете купить отдельно термофильную закваску, мезофильную закваску, мезотермофильную закваску, отдельно культуры плесеней для сыров, отдельно хлористый кальций. Минимальная порция 5 литров молока. Ну, как бы я считаю, что это нормальная минимальная порция, потому что из 3 литров варить, ну, это вообще получится какой-то... любой сыр получится очень маленький. Поэтому я считаю, очень удобно. Так вот, количество всех ингредиентов вы найдете в описании видео. Остановлюсь на некоторых из них. Лимонную кислоту мы используем... Ну, это пищевая добавка, лимонная кислота. Используем ее из расчета 2 грамма на литр молока. Лариса, дай мне, пожалуйста, ложечку. Заранее растворяем лимонную кислоту в нужном количестве в кипяченой охлажденной воде. То есть водичка должна быть именно охлажденной, такой же температуры, как молоко, 10-11 градусов. Далее, по поводу термофильной закваски. Для приготовления моцареллы быстрым способом термофильная закваска не обязательно. Мы ее будем вносить, потому что в процессе вызревания она все-таки придаст... То есть в повышении кислотности эта закваска у нас принимать никакого участия не будет. Мы сейчас сразу повысим кислотность молока, добавив туда лимонную кислоту. А добавляем ее с единственной целью, чтобы за счет роста молочно-кислых бактерий в молоке сыр получил более характерные вкусовые нотки. Потому что если просто окислить его лимонной кислотой, он получится достаточно невкусный. Но это мое мнение, это мое МХО. Во многих рецептах этого не упоминают. И хлористый кальций. Очень многие считают, что в непастеризованное молоко хлористый кальций добавлять не нужно. Учебная литература и ГОСТы гласят о том, что в непастеризованное молоко хлористый кальций добавляется из расчета 10 г на 100 литров молока. Соответственно, в пастеризованное добавляется из расчета 30-40 г на 10 литров молока сухого вещества. Соответственно, мы готовим 10% раствор хлористого кальция. И в не пастеризованное молоко добавляем этого раствора из расчета 1 мл на литр молока. Если молоко пастеризованное, то 3-4 мл на литр молока. Это дает нам более прогнозируемый результат, более стабильный сгусток и немножко увеличивает выход сыра. Ладно, друзья, давайте закончим с теорией. Для приготовления сыра нам понадобится водяная баня, потому что молоко нам надо греть на водяной бане. Понадобится друшлаг, ковшик, нож для нарезки сгустка и, если у вас есть вот такая вот штука, то лира для нарезки сгустка. Также понадобится шумовка для перемешивания зерна. После того, как мы поставим зерно, нам надо будет его вымешивать. Естественно, все эти предметы, включая саму емкость, мы продезинфицировали. То есть, все должно быть при приготовлении сыра стерильное. Тем более, если мы имеем дело с непастеризованным молоком, в котором любые бактерии при попадании начинают катастрофически расти. И хоть молочно-кислые бактерии, они значительно активнее, они подавляют рост всех остальных бактерий. Но все же занести сюда какую-нибудь гадость не хочется, друзья. Если вы используете не магазинное пастеризованное молоко, а домашнее или фермерское молоко, обязательно процедите его через марлечку. Не потому, что в нем, ну хотя и мусор может какой-то попасть, но самое главное, в молоке иногда встречаются небольшие молочные сгусточки. И если мы эти сгусточки оставим при приготовлении сыра, то все колонии бактерий будут формироваться вокруг них. И мы не получим равномерного распределения заквасочных культур по всему объему молока. Вот молоко стояло, как я уже говорил, почти сутки. Сейчас покажу, процежу вторую баночку. Образовались какие-то кусочки пеночки, то есть исключительно молочные сгусточки. Смотрите, как это выглядит. Вот такие вот сгусточки нам нежелательно, чтобы они попали в сыр. Сейчас процедим все молоко и продох. После того, как перелили молоко, вносим в него раствор лимонной кислоты. Причем, друзья, критично, чтобы молоко было температурой не выше 10-11 градусов. Потому что если в теплое молоко влит лимонную кислоту, оно сразу же начнет браться хлопьями. Будет происходить термокислотная коагуляция молока. После того, как хорошенько разогрели, медленно нагреваем молоко до температуры 35 градусов. Нагрев должен быть не быстрый, а должен быть плавный. Должен занять у нас не меньше, чем 30-40 минут. После того, как молоко нагрелось до температуры 35 градусов, вносим хлористый кальций в нужном количестве. Хорошенько перемешаем молоко и оставим на 2-3 минуты. Далее рассыпаем по поверхности молока сухую закваску прямого внесения. Рассыпаем нужное количество, даем закваске регидратироваться в течение 2-3 минут. То есть попросту намокнуть, чтобы порошок промок. После этого тщательно перемешиваем его, накрываем крышкой и оставляем на 10-15 минут. При этом, естественно, поддерживаем температуру 36 градусов, 35-36. Через 15 минут вносим заранее растворенный в 50 мл охлажденной кипяченой воды молокосвертывающий фермент. Если сухой фермент, то просто растворяете его в водичке заранее. Если жидкий фермент, то тоже нужное количество фермента не вносите напрямую в молоко, а растворяете ориентировочно в 50 мл кипяченой охлажденной воды, охлажденной до комнатной температуры. Теперь, друзья, нам надо определить точку образования сгустка. Для этого я включаю секундомер и на поверхность молока помещаем крышечку капроновую от банки. Естественно, она должна быть продезинфицирована. Как видите, сейчас крышка спокойно плавает по поверхности молока. Я засек время и время от времени раз в 2-3 минуты проверяем. Нам надо определить точку, когда крышечка прилипнет к поверхности молока. Это будет точка флокуляции или точка начала образования сгустка. Через 5 минут крышечка прилипла к молоку. Видите, она как на жвачке приклеенная. То есть, ее проворачиваешь, она возвращается назад. Значит, сгусток начал образовываться и мы достигли точки флокуляции. Теперь, друзья, используем временной коэффициент или мультипликатор 3,5. Умножаем 5 минут на 3,5 и получаем 17,5 минут. То есть, всего время образования сгустка у нас получится 17,5 минут. Все это зависит от многих факторов, поэтому не рассчитывайте на это время, а проводите тест на флокуляцию с каждым конкретным срочком, который будет делать. На оставшееся количество минут накрываем сгусток крышечкой и поддерживаем температуру 35-36 градусов. Оставляем его в покое. Через 17 минут получили отличный сгусток. На всякий случай делаем тест на чистый разлом. Вот так вот разрезаем, раздвигаем. Края разреза должны быть гладкие и ни в коем случае не прилипать к ножу. Значит, наступило время порезать сгусток. Режем сгусток на полосы примерно 2 сантиметра. После того, как порезали в одну сторону, делаем перпендикулярные разрезы, чтобы у нас получились брусочки. Где-то ориентировочно 2 на 2 сантиметра. Вымерять с линейкой не надо, естественно. Делаем это сугубо на глаз. После этого сгусток надо порезать по горизонтали. Мы режем лирой. Если у вас нет лиры, то просто под углом 45 градусов вводите нож и разрезаете. Кстати, вместо лиры можно использовать решетку для барбекю. Ну, вот знаете, из двух решеток состоит. Разъединяете ее просто и одну половинку используете. Делаем любым подходящим инструментом и начинаем перемешивать сгусток. Делаем это очень аккуратно, чтобы не распыливать зерно. Зерно сейчас потихонечку начнет отдавать сыворотку и будет немного уплотняться. То есть резких движений не делаем, потому что если мы будем делать резкие движения, то у нас много сырного сгустка, сырного зерна распылится и попадет в сыворотку в виде пыли. В течение 10 минут вот так перемешиваем его аккуратненько. Я 10 минут мешал зерно, оно уплотнилось и округлилось. Видите, такое стало более плотненькое. То есть сначала оно было вообще как желейка. Сейчас достаточно плотное. Оставляем зерно в покое на 5 минут. Через 5 минут зерно полностью осело. Надо слить лишнюю сыворотку до уровня зерна. Сливаю ее через грушлячок, чтобы никакие зернышки, которые случайно могут попасть в ковшик, не были утеряны. Слили всю сыворотку до того, как показалось зерно. Вот это вот мы могли утерять, но мы его спасли. Теперь, друзья, эту сыворотку охлаждаем и будем ее использовать для рассола. Добавляем в сыворотку соль из расчета 2 столовые ложки на литр сыворотки. И также добавляем хлористый кальций из расчета 1 миллилитр 10% раствора на литр сыворотки. Для того, чтобы теперь отделить зерно, я использовал грушлячок. Застелили его марлей, чтобы ничего у нас туда не проскакивало. И перекладываем сюда зерно. После того, как все зерно перемещено в грушляк, оставляем его стекать в течение 15 минут. В это время, друзья, нам надо приготовить две вещи. Первая – это кастрюля, желательно с невысокими бортиками и широкая, в которой мы будем плавить моцареллу, ну, плавить наш сыр для приготовления бураты. И вторая – это высокая кастрюля с ледяной водой. То есть первую кастрюлю мы наливаем, в которой мы будем греть, наливаем горячую воду температурой градусов 80 и ставим ее на плитку, для того, чтобы время от времени можно было воду подогревать. Во второй – просто ледяная вода, ставим рядышком. Через 15 минут надо перевернуть наш сыр на другую сторону, чтобы он стекал с другой стороны. Используем вот так вот второй грушляк. Скользить немножко. Опа! Это он может снимать? Да, это снимай. И подправим немножко сырок там. Теперь вот эту штуку, дай мне. Оставляем нашу моцареллу еще на 15 минут стекать. В это время греется вода и готова ледяная вода. Разрезаем наш сырок на три части. Одна третья часть пойдет на приготовление стратичеллы. Это и есть начинка для нашей бураты. Порежу этот сгусток, который у нас образовался, на кубики. В это время Лариса сделала такой девайс. Одела обычные рабочие перчатки и сверху стерильные медицинские перчатки. Для того, чтобы плавить сыр в горячей воде. Стратичелла по своей сути очень похожа на нашу обычную косичку, которую мы привыкли есть. Но нам нужно получить очень-очень тонкие ниточки. Перемещаем моцареллу. Будущую стратичеллу. В кастрюлю. Температура воды у нас 75 градусов. Лариса вооружилась двумя деревянными лопатками. И начинаем плавить. Таким вот образом помешивая. Через некоторое время она начнет... Ну, это сырная масса. Не загораживай лопаткой, чтобы было видно. Сырная масса начнет плавиться. Нам надо добиться такого состояния, чтобы она вытягивалась в тонюсенькую ниточку. Сейчас мы вам покажем, друзья. Через 2-3 минуты тесто стало такое сильно-сильно тянущее. Теперь приступаем к ручной фазе его растягивания. Собираем все тесто вначале в комочек. Потом начинаем ее вот так вот растягивать и складывать. Ну, отлично тянется. Чего ты смеешься? Отличные будут ниточки. Вот так вот надо сделать, друзья. Раз 6-7. Тесто само растягивается. Отпускаете его в одну сторону. И складываете. Со временем оно начинает остывать и немножко хуже тянуться. Отправляем все это в ледяную воду. Тесто охладилось. И первое, что нам надо сделать, это оторвать такие достаточно длинные веревочки, которыми мы будем завязывать наши бураты. Потому что они очень длинные они получаются. Вот такие вот примерно. Нарвем веревочек по количеству, которое мы планируем приготовить бурат. Буратинчиков. И немножко с запасом. Заготовки для завязочек сделали. Теперь нарываем остаток максимально тоненькими ниточками. Чем тоньше будут ниточки, тем нежнее будет наша бурата. Видите, оно рвется вообще на тонюсенькие, расслаивается. В общем, с этими ниточками мне придется поиграться. Сейчас мы их нарвем и покажу, что у нас получилось. Вот такая чудная горка волосиков получилась у нас. Теперь порежем ее. Вот так вот где-то по полтора-два сантиметра. Не надо мельче, Лариса? Ну, думаю, что не надо. Не надо, да? Отлично. Раз Лариса говорит, что не надо, значит не надо. Отправляем все это в емкость. Предварительно вот так вот распушим немного. Какая красота! И теперь заливаем сливками, друзья. Сливки охлажденные. Надо залить таким образом, чтобы у нас получилась кашица не сильно жидкая, но и не сильно густая. Потом, впоследствии, произойдет волшебство. Мы получим из этого совершенно однородную структуру. Добавим сюда примерно пол чайной ложечки соли. Хорошенько перемешаем еще раз. И отставляем настаиваться. А в это время, друзья, будем готовить сами мешочки для бураты. Для приготовления мешочков нам понадобится... То есть, итальянцы все это делают руками, прям вот так кулаки прожимают эти мешочки, заполняют и зажимают. У нас такого опыта нету, поэтому надо использовать какую-то форму. Допустим, какой-то стакан и какую-то штуку, чтобы мешочек можно было продавить. Ну вот, мы вышли из положения таким способом. Поршень от формы сырной и такой вот паломничек. Беру вторую часть моцареллы. Вернее, две третих. И также нарезаю ее на кубики. Точно так же начинаем ее плавить. Лучше это делать частями. Хватит, Лариса? Да, папа, хватит. Ну все. После того, как сырок расплавился, приступим к формированию наших мешочков для бураты. Формируем вот такой вот блинчик из теста. Помещаем его в формочку. Вытягиваем, чтобы получился мешочек. Вот так вот где-то варится лето много. Наложим, да. Давай сливочек еще туда. Формируем мешочек. Повторяемся выпустить в воздух. Ну да, воздух оттуда весь выпускаем. Хвостик теперь откручиваем вот так вот. И опускаем всю эту конструкцию в ледяную воду. Давайте повторим еще раз. Мы думали, что хвостики придется завязывать. Но на самом деле завязывать их не обязательно. Оно отлично залепливается. Поэтому вот эти веревочки, которые я нарвал вначале, их можно просто присолить и чудесно съесть. Такая же процедура. Расплавленное тесто на формочку. Сюда порцию стратичеллы. Правильно? Стратичелла? Да, добавь чуть-чуть. Сливок. Формируем мешочек. И откручиваем хвостик. А ты их делай более вот такие плоские. Плоские. Или нет? Вот так. Не получается? Все понял. И в ледяную воду. Буквально 10 минут в ледяной воде. Достаточно для того, чтобы бураты охладились. Мы вот сделали такие красивые и обычные сырочки. Делали их небольшие, потому что делали порционные на определенное количество гостей. А вообще их можно делать вот такого вот размера, как вот эти вот побольше. Ну и порционные у нас получились разного размера. Так что каждый гость получит свой определенный размер. Достаточно нежный он. Поэтому действуем с ним. Ну вот они нежненькие эти мешочечки. Вот такие штуки. Теперь, друзья, отправляем его в рассол, который приготовили из сыворотки, охладили на созревание. Созревать сыр будет при температуре 10 градусов, то есть в холодильнике, в течение суток. А через сутки попробуем его. Я покажу разрез и, естественно, продегустируем, расскажу, какая бурата на вкус. На следующий день наша бурата готова. Теперь выловим из рассола самую красивую. Так, где тут у нас красивые? Красивые, вот красивые. Вот такой вот сырочек получился. Ну, для наглядности выловлю и пару некрасивых, которые мы просто готовили для гостей. Теперь, друзья, смотрите, по консистенции он стал плотный такой. Если, когда мы набивали, он был мягенький, то теперь он по консистенции такой достаточно плотный. Хочу разрезать и показать вам разрез. Ну, естественно, мы его попробуем. Как я и говорил, эта масса стала, ну, совершенно однородная. Волокон теперь не видно. Сейчас покажу крупный план, хотя бурата очень скользкая. Вот, посмотрите, пожалуйста, как эта штука выглядит в разрезе. Тоненькое сырное тесто, заполненное нежнейшей сливочной массой. Давайте попробуем, как это на вкус. Итак, друзья, попробуем бурату. В первую очередь попробую вот само тесто отдельно от сырочка. Ну, там... Слушайте, это божественно. Она реально очень вкусная. Просто супер вкусная. Вообще, ну, интересно, как оно на вкус вот так вот в полном виде. Простите, что я руками, наверное, надо было взять вилку. Это просто фантастика. Невероятно вкусный сыр. Вообще. Причем, ну, вот сама моцарелла, сама основа, она потрясающая. А начинка, это нельша. Слушайте, он невозможно передать. Он просто... Ну, это бомба. Ну, и как я уже говорил, самый большой кайф этого сыра, что вы его не купите на территории СНГ в розничной сети. Ну, потому что он просто сюда не доедет. То есть этот сыр только продается, его можно попробовать в регионе, на юге Италии, там, где его готовят. Поэтому, друзья, с удовольствием представляем вам рецепт сыра Бурата. Пробуйте его приготовить, это нечто потрясающее. Если вы своим гостям на праздничный стол, так как я, кстати, собираюсь сделать, поставите такие сырочки, я думаю, вы их очень крепко удивите. Действительно, очень вкусная штука. По поводу хранения. Хранится, как я говорил уже до недели, храним его в холодильнике прямо в этом рассоле. Ничего не меняем. Если вам покажется, то есть по мне он в меру соленый. Если вам покажется очень соленый, можно рассол немножко разбавить водой, чтобы сыр уже не набирал соль. Но при этом добавляем обязательно хлористый кальций, чтобы поверхность сыра не замыливалась. Ну, вот такая она, Бурата, прекрасная. Замечательный, изумительный сыр с юга Италии. Друзья, если будут какие-то вопросы по приготовлению, задавайте их в комментариях. Если не будет вопросов, тогда просто пишите что-нибудь, пообщаемся в комментариях. Ну и, как всегда, если видео было для вас полезным, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, на колокольчик там нажимайте, делитесь видео, если вам не сложно, конечно. Мне очень полезно, когда мои зрители, мои подписчики делятся видео, его увидят больше людей, а для нас, для нашего канала это очень хорошо. А мы с Ларисой, естественно, будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!